Друзья мои, всем привет! Вот и до меня дошла очередь отвечать на 21 вопрос Передала мне эстафету Елена Трофимкина И сейчас я попытаюсь, кстати, без всякой подготовки, попытаюсь ответить на эти вопросы Итак, первый вопрос Вы любите разговаривать с попутчиками в автобусе или самолете? Но что значит с попутчиками? Если я куда-то лечу, то я лечу с моими знакомыми попутчиками Конечно, с ними я разговариваю А в автобусе с чужими людьми я не разговариваю И живу по принципу Вы меня не трогайте, а я вас тем более не трону Второй вопрос Ваш любимый цвет? Я люблю нежные пастельные тона Но самый любимый, пожалуй, бирюзовый И, как ни странно, я очень люблю цвет, который выбивается из этой цветовой гаммы Это чёрный цвет А в какой сказке вы бы хотели оказаться? Дюймовочка Кружите меня, кружите! О чём вы думаете перед сном? В последнее время я так устаю, что мне уже не хочется думать перед сном А просто упасть, положить голову на подушку и поскорее уснуть Как вы подавляете свою злобу? Я стараюсь не злиться Чьё мнение для вас имеет значение? Вообще по жизни Мнение членов моей семьи Это самое главное мнение К их мнению я прислушиваюсь С ними я советуюсь И всегда найду у них, надеюсь, правильное решение А если этот вопрос касается работы Ну, есть коллеги, с которыми я могу посоветоваться И их мнение для меня является авторитетным В каких-то рабочих моментах Где бы вы хотели сейчас оказаться? В тёплой стране? У моря? На белом песочке? Под пальмой? О чём вы думаете? Нет, это извините Восьмой вопрос Что для вас важнее, ум или красота? Да и то, и другое не лишнее будет Как вы мечтаете встретить свою старость? Вот так сказать, что я сижу и мечтаю встретить старость? Ну, не знаю, я не могу так сказать А вообще, ну, наверное, самое главное при своём уме Какой момент в вашей жизни вы хотели бы повторить? Я бы хотела повторить, наверное, своё детство У меня было очень счастливое детство И вот этот момент я бы хотела повторить Для того, чтобы Вот с теперешними мозгами Отправиться в своё детство Я бы тогда Ни за что не бросила занятия музыкой Я бы обязательно закончила музыкальную школу Я бы не ушла из той школы В которой я училась С первого по четвёртый класс Школа была у нас с языковым уклоном И я бы знала несколько языков Так Дальше Одиннадцатый вопрос Какое значение для вас имеют деньги? Ну, не первостепенное значение Но всё-таки имеют Потому что, как говорится С деньгами и дурак проживёт А вы попробуете прожить без денег Как вы выглядите по утрам? Ну уж точно не так Так, тринадцатый вопрос Если бы вы были учёным Что бы вы изучали? Я бы точно Хотела бы изучать Но вообще наука мне никакая Так вот Наукой заниматься Серьёзно Это не для меня Но если уж такой вопрос Здесь Имеет место То я бы стала изучать Вопрос Аутизма Почему сейчас Последнее время Так много детей Рождается с аутизмом Или с аутистическими Чертами Потому что Ответа на этот вопрос К сожалению Нет ни у врачей Ни у педагогов Так Следующий вопрос Четырнадцатый Какая ваша последняя Серьёзная покупка? Я надеюсь Что она не последняя Но если отвечать подробно То это Туристическая поездка Если бы вы были Невидимкой Что бы вы сделали? О-о-о Я бы Обязательно Хотела бы Попасть Во дворец В замок Как хотите К моему кумиру Кали Пугачёвой Я бы провела там Ну хотя бы один день И посмотрела Вот так Как она живёт Как все мои Смертные В быту Так Дальше Шестнадцатый вопрос Каким образом Вы доказываете Свою правоту? Если я считаю Что я Права А мой оппонент Не прав Наверное Я не буду ничего Доказывать Пусть каждый Остаётся При своём мнении Что бы вы загадали Если бы у вас Было три желания? Ну сначала Я бы Наверное Загадала Здоровье Всем Членам Моей семьи Чтобы они Были здоровы И чтобы Жили очень долго Три желания Второе желание Я бы Наверное Хотела Жить Где-нибудь Всё-таки В тёплой стране В какой-нибудь А третье желание Знаю Я бы хотела знать Несколько Иностранных Языков Так Как вы Относитесь К религии? В фильме Мёртвый сезон Герой Доната Бодневница Ответил так Каждый человек Во что-то верит Один человек Верит в то Что Бог есть Другой человек Верит в то Что его нет Я положительно Позитивно Отношусь К религии Но я Человек Нерелигиозный Верующий Но нерелигиозный Я считаю Эту часть жизни Очень интимная И Затрагивать Её Ну считаю Что вопрос Религии Национальности Являются Такими Интимными И Ну наверное Некорректно Это обсуждать Чем вы занимаетесь Долгими Зимними Вечерами? Знаете Время летит Так быстро Что я не могу Сказать Что зимние Вечера Летние Вечера Что они Такие Длинные Долгие У меня Время летит Как будто Кто-то Вот так Листает Календарь Я проснулась Вот так Пролетел день И надо уже Ложиться Спать Поэтому Не считаю Зимними Но Всё больше Чаще Я занимаюсь Ютубом На что Потратите Свой первый Миллион? Интересно Сколько Миллионов У меня будет Ну первый Наверное Я бы Знаете Куда Потратила Я бы Отдала Этот миллион На переобучение Всех Недобросовестных Медиков Которые Выбрали Свою работу Не по призванию Пусть бы Они пошли Переучились На кого-нибудь Другого То, что им Ближе То, чем Им нравится Заниматься Потому что Иногда Мне кажется Многие Медики Ошиблись Учебным Заведением И последний 21 вопрос Вы когда-нибудь Хотели Начать Жить Заново? Да Хотела бы Хотела бы Для того Чтобы Не совершить Тех ошибок Которые Я Совершила До этого Все Я вас Благодарю За внимание И хочу Передать Эстафету Следующим Каналом Каналу Провинциальный Толстяк Каналу Настеринка И Каналу Эвредика Ли Так что Друзья мои Принимайте Эстафету А вам Еще раз Спасибо За внимание Всем Хорошего Вечера И Пока-пока Продолжение следует